МРНК Добрый день, коллеги! Начинаю свой доклад. Микро-РНК являются эндогенами, высококонсервативными молекулами, каждый из которых может регулировать трансляцию десятков МРНК, тем самым управляя экспрессией многочисленных генов. А с другой стороны, на каждую МРНК может влиять несколько микро-РНК. Таким образом, регуляторные сети выглядят достаточно сложно. Вот типичная из них приведена здесь на слайде. Красные точки – это матричные РНК-мишени. Этот тип регуляции относится к эпигенетическим. Микро-РНК привлекает повышенное внимание исследователей в связи с их важным значением для развития нервной системы формирования долговременной памяти, а также высоким потенциалом для диагностики и терапии заболеваний, связанных с когнитивными нарушениями. Бегенес микро-РНК – достаточно сложный процесс. Она транскрибируется с длинного транскрипта, который подвергается нескольким модификациям, в результате чего образуется зрелый микро-РНК, который в составе долгового комплекса риск связывается с матричной РНК-мишеней и индицирует ее либо деградацию, либо остановку трансляции. Наибольшее количество микро-РНК экспрессируется в мозге. И что важно, микро-РНК способны выходить во внеклеточное пространство и служить биомаркерами различных заболеваний. В настоящее время идентифицированы тысячи эндогенных микро-РНК. Первые работы, самые функционально значимые данные, полученные на сети моллюсков нейронов моллюска Аплизия в лаборатории Кэндала. К настоящему времени описаны десятки микро-РНК и сотни их мишеней у многих видов животных. Во время обучения происходит как ингибирование ряда микро-РНК, так и активирование. Ингибирование нужно для того, чтобы снять репрессию с белков, которые необходимы для пластических перестроек. Это в первую очередь транскрипционные факторы. Увеличение экспрессии необходимо для того, чтобы наоборот блокировать белковые продукты генов, которые затрудняют эти процессы. В связи с огромным количеством микро-РНК и их мишеней дифференциальной экспрессии в различных клетках нейронов глии и в различных структурах ЦНС функции большинства микро-РНК остаются неизученными. Свои исследования молекулярных механизмов долговременной памяти мы проводим при выработке условного оборонительного рефлекса пищевой аверзии о моллюске Хеликс. Условный стимул пищи с привлекательным запахом, безусловный удар электрическим током. Показано, что важную роль в этом рефлексе играет серотонин, который опосредует действия безусловного стимула и, соответственно, дисфункция серотонинергической системы введением нейротоксина 5,7-диоксидрептамина предотвращает формирование долговременных форм этого рефлекса. Таким образом, основным подходом наших исследований является сравнение молекулярных процессов, происходящих в ЦНС хорошо и плохо обучающих дотобработанных животных. Ранее нами было показано, что в консолидацию рефлекса вовлекается ряд транскрипционных факторов и эпигенетические процессы, связанные с ремоделированием хроматина. В настоящее время мы занимаемся изучением вовлечения микро-РНК в формирование данного рефлекса. Первым этапом нашей работы было изучение состава индивидуальных микро-РНК в ЦНС Хеликс, так как для нас этого никто не делал. Для чего мы проводили микро-РНК-секвенирование в Институте цитологии Сибирского отделения РАН. Проведенный биофермический анализ показал наличие в ЦНС 96 консервативных микро-РНК, в том числе гомологов, играющих важную роль в формировании долговременной памяти у позвоночных животных. Данные представлены в соответствующей базе. Наиболее представлены в ЦНС Хеликс семейства микро-РНК 10, целых 26 членов, причем две из них самые высокоэксперсируемые из всех микро-РНК, идентифицированных нами. С чем это связано, мы пока не знаем. Далее мы приступили к изучению вовлечения микро-РНК в формирование данного рефлекса. Для чего производили оценку дифференциальной экспрессии микро-РНК у нормальных животных и дот-обработанных животных, у которых нарушено формирование долговременной памяти. было показано, что при обучении спустя 2,5 часов после обучения дифференциальной экспрессии подвергается достаточно большое количество микро-РНК, у части которых экспрессия падает, у другой увеличивается. Особенно это относится к пятичасовой точке. Также дифференциальной экспрессии подвергается значительное количество микро-РНК у дот-обработанных животных, не способных к формированию этого рефлекса. И соответственно здесь тоже наблюдается как увеличение экспрессии ряда микро-РНК, так и снижение. Проведенный сравнительный анализ показал, что присутствует три группы микро-РНК, экспрессии которых меняются под воздействием обучения. Это микро-РНК, экспрессия которых меняется только у хорошо обучающихся животных. Выделено красным. Ой, так называют-то. Выделено красным. Вероятнее всего эти микро-РНК связаны непосредственно с пластическими перестройками. Вторая группа это микро-РНК, которые меняются только у дот-обработанных животных. Вероятно, что эти микро-РНК связаны с какими-то адаптивными процессами. То есть эти улитки тоже хотят обучиться. И третья группа РНК это те, которые меняются однонаправленно в обеих группах животных. Вероятнее всего это все связано со стрессом или болевой реакцией. Здесь также значительное количество микро-РНК семейства 10. Данные нами получены впервые и создают основу для дальнейших исследований в этой области. Данные опубликованы в этом году в журнале, который приведен ниже и находятся в свободном доступе. Теперь я хочу немножко остановиться на том, что происходит сейчас в мире в связи с перспективом использования микро-РНК для протекции когнитивных нарушений. Исследования здесь ведутся по трем направлениям. Функции микро-РНК в патогенезе заболеваний, микро-РНК как потенциальной мишени для терапии и микро-РНК для диагностики. Так показано, что микро-РНК играют значительную роль в болезни Эльцгеймера, влияя на экспрессию амилоидов, белка ТАО и нейронегенерацию. Показано, что 8 микро-РНК значительно изменяются при этом заболевании. Их мишенями служат 13 матричных РНК и они хорошо описывают почти всю картину этого заболевания. Причем они все находятся под контролем каскада NF-КПБ. Также большую роль играет нарушение взаимодействия микро-РНК и метаген-активированных протеин-киназных каскадов. Для нейропротекции предложены микро-РНК 9, 455 и 132. Болезнь Паркинсона. Патологический признак агрегации альфа-синуклеина в тельцах леви. Показанными мишенями микро-РНК являются гены, связанные с функционированием митохондрии и активацией альфа-синуклеина. Водоряд микро-РНК предложены для терапии. Болезнь Хантингтона связана с потерей нейронов в кортексе и стриатуме, связанными с мутациями в гене Хантингтина. Обнаружено несколько микро-РНК, которые снижают экспрессию этого мутантного гена. В настоящее время разрабатываются подходы с применением микро-РНК, направленные на этот мутантный ген. Терапия разрабатывается при помощи введения по тесенту аденовирусного вектора, содержащего данные микро-РНК. Также показана достаточно перспективная роль использования Крипсказ-13 для лечения данного заболевания, направленного на Хантингтин. Также обнаружен целый ряд микро-РНК, которые вовлечены в механизмы нейродегенерации, общие для всех этих заболеваний. Они также предложены как потенциальные мишени для терапии. То же самое относится к старению. Тут тоже есть достаточный прогресс. Обнаружены микро-РНК, связанные с симптомами депрессии в пожилом возрасте, которые включают микро-РНК, при которых наблюдается быстрое снижение когнитивных функций. И последнее это диагностика заболеваний, ранняя диагностика. Здесь это очень важно для данных заболеваний. Так, например, болезнь Паркинсона, симптомы не проявляются, пока 70-80% нейронов не погибнет. И, соответственно, в настоящее время при помощи различных методов обнаружены микро-РНК, которые регистрируются в крови и даже в мазках изо рта и носа за много лет до проявления клинических симптомов. Здесь большой оптимизм вызывает разработка биосенсоров на основе КРИКС-технологий. Предполагается, что эти биосенсоры скоро заменят ПЦР-анализ, который более дорогостоящий и требует очень много времени. Ну и последнее, применение КРИКС-технологий также предполагается, что будет перспективным для диагностики и лечения этих заболеваний, и также для получения фундаментальных знаний. Ну а пока суть до дела, мы будем улучшать свои когнитивные функции и функции наших потомков через обогащенную среду. Показано, что обогащенная среда улучшает когнитивные процессы через эпигенетическое ремонтилирование хроматина и микро-РНК. Микро-РНК, которые имеют место быть в данных случаях, отражены на слайде. Кроме того, обогащенная среда способна вызывать усиление синаптической пластичности и познавательных способностей даже в следующем поколении. При этом эффектно посредуется с помощью микро-РНК спермы, особенно микро-РНК-212 и 132. Ну и, соответственно, доступные способы улучшения когнитивных способностей отражены на данном слайде. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Лариса Николаевна, за столь интересный доклад и особенно за точное соблюдение регламента. У нас осталась одна минутка, поэтому есть время на один вопрос. Есть желающие? Можно тогда я спрошу? Нет, вот, руку поднимите. Где? А, вот, пожалуйста, не займите. Так она поднималась. Большое спасибо за очень интересный доклад. Мы тоже занимаемся болезнью Паркинсона. Я хотела спросить, а вот вы как определяете про нормальную стадию? И есть ли какие-нибудь, ну вот, более-менее точные данные, которые говорят о том, что можно определить эту стадию и начать лечение немного раньше? Я просто скажу из своих данных. Вот у нас как бы это получилось. Спасибо за большое. Ну вот сейчас считается, что все вот эти закрывания, микрофон, Лариса Николаевна, микрофон, что эти заболевания связаны с нейрогенерацией. Можно выявлять, вот, по поводу применяют даже мазки там во рту и так далее. То есть можно делать такие профилактические, так сказать, осмотры после 60 лет, так сказать, влечить это в медицинские осмотры. Потому что это будет недорого стоить. Спасибо. Спасибо, Лариса Николаевна.